Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, какие документы нужны для получения визы фрилансера в Германии. Скажу сразу, я не сотрудник посольства, и мы сами еще не получили визу, но мы работаем над этим и сейчас изучаем этот вопрос. Почему я решила записать это видео, если я сама еще не получила визу? Потому что, когда я стала искать информацию на русскоязычных форумах по визе фрилансера, я вообще ничего не нашла. Такое чувство, что из России еще не один фрилансер эмигрировал. Всю информацию, которую я хочу с вами поделиться насчет визы, я нашла на англоязычных форумах. И этот список гораздо шире, чем на сайте нашего посольства. Еще раз повторюсь, возможно, мой список документов не полный, поэтому, если вы знаете больше, обязательно пишите в комментариях. Если у вас есть такой опыт, расскажите о нем. Это будет полезно и мне, и людям, которые посмотрят это видео. Все. Приступаем к списку документов. Первое, что нам нужно, это две заполненные анкеты на немецком языке. Анкеты вы можете скачать на сайте посольства, заполните их. Примеры заполнения можно найти в интернете. Второе, что нам нужно, это разъяснение закона пребывания на территории Германии. Это печатается просто большое заявление, и в конце вы ставите подпись. Третий пункт. Три актуальные биометрические фотографии. Скажу сразу, когда вы придете в фотосалон, ни в коем случае не говорите фотографу, что вам нужны биометрические фотографии, потому что слово биометрические вводит людей в ступор. Просто лучше сказать, мне нужны три фотографии на белом фоне на визу в Германию. Следующий, четвертый пункт. Это загранпаспорт и его две копии. Также обычный наш российский паспорт и его две копии. Шестой пункт. Читая, как было написано на сайте посольства, структурированное и детализированное описание ваших планов с как можно более убдительным подтверждением на немецком языке. Когда я прочитала это первый раз, я вообще не поняла, что туда писать. Поизучав информацию в интернете, я поняла, что нужно сказать о том, почему вы хотите мигрировать в Германию, чем вы там будете заниматься, если у вас какой-то план дохода, желательно сделать такую табличку, где вы постепенно рассказываете о том, как вы с каждым месяцем, с каждым годом зарабатываете все больше и больше. Ну, например, первый год вы зарабатываете там 10 тысяч евро, второй год проживания зарабатываете 15 тысяч евро, третий год вы зарабатываете 20 тысяч евро. Сотрудники посольства должны увидеть, что у вас есть план, что вы не будете бедствовать, что вы знаете, как вам развиваться и знаете, где искать ваших клиентов. И, соответственно, чем больше вы зарабатываете, тем больше вы будете платить налогов в Германии, это им очень интересно. Следующие документы – это подтверждение ваших источников дохода и подтверждение того, что у вас есть деньги. Сюда советуют прикладывать выписку с вашего банковского счета. Счет обязательно должен быть открыт в евро. Точную сумму никто не говорит, но, сами понимаете, чем больше, тем лучше. Я, пообщавшись на форумах, поняла, что желательно иметь 10 тысяч евро на человека, на счету. Также к этому пункту обязательно приложите ваше текущее подтверждение доходов. Но вам нужно доказать, что у вас уже есть клиенты и есть источники дохода. Здесь подойдут выписки с расчетного счета, счета фактуры, любые подтверждения о том, что вы уже зарабатываете. И хорошо, если у вас этот источник дохода, раз вы фрилансер, он останется у вас удаленно. Вы должны доказать Германии, что вы не очередной беженец, что вы сами можете себя обеспечивать. Это интересно и вам, и им. Кроме того, в этот пункт вам нужно еще будет прикрепить два документа на немецком языке. Примеры и шаблоны этих документов вы можете скачать на сайте Германии. Ссылку я приложу внизу. Вот там один документ о вашем текущем финансовом состоянии, ваш баланс счета. А второй документ – это вот именно прогноз доходов и расходов, как вы собираетесь жить в Германии. Следующий пункт – это подтверждение вашей профессиональной квалификации. Здесь это подойдет диплом от вуза, среднее образование, либо профессиональное образование, либо выходили на какие-то курсы. Любые подтверждения подойдут. У меня вообще такая ситуация, что вуз, которым я училась, он больше не существует. И, соответственно, я не могу подтвердить это по стилям, и тем более он не числится нигде на сайте Германии. Я пока не знаю, кем будут решать этот вопрос. Скорее всего, я сделаю просто копию диплома и не буду заверять по стилям. Следующий пункт – это подтверждение языковых знаний. Конечно, если вы едете в Германию, вам желательно знать немецкий язык хотя бы на базовом уровне. Но, хотя есть информация, которую я нашла на форумах, вам подойдет и английский язык. Если вы проходили какие-то курсы бизнеса английского, либо какие-то профессиональные курсы по английскому языку, либо хотя бы на уровне elementary и pre-intermediate, у вас есть подтверждение, тоже прикладывайте это, лично не будет. Десятый пункт – это трудовая книжка с двумя копиями на немецком языке. Одиннадцатый пункт – это биография на немецком языке с двумя копиями. В биографии вы прикладываете свою фотографию, вклеиваете, пишете фамилиями отчества, семейное положение, даты рождения, место рождения, род деятельности. И дальше, начиная со школы, вуза, какие-то курсы, место работы, фриланс, все-все-все вы прикладываете с указанием полного адреса фактического, юридического, телефона, по которому можно с вами связаться. Я также в местах работы указывала какие-то свои достижения. Например, создала 5000 иллюстраций для такого-то магазина. Ну, это как пример. Вы должны подчеркнуть свой профессиональный опыт. И желательно, если вы мигрируете как веб-программист, то делайте упор в своем резюме на то, что вы занимаетесь программированием. Если вы иллюстратор, то делайте упор на это. Вам самое главное – доказать, что вы профессионал в своем деле. Двенадцатый пункт – медицинская страховка. Здесь на всех форумах возникают разноклассия и споры. И, исходя из того, что я узнала, подойдет любая туристическая страховка, желательно сроком на год. Потому что вы не знаете, через какой промежуток вам одобрят визу. А желательно, чтобы страховка воздействовала минимум 3 месяца после получения визы. После получения визы. Один наш знакомый, который подавал документы на национальную визу Д, он оформил медицинскую страховку на 6 месяцев. И в итоге национальную визу ему дали на 6 месяцев. Стандартно, в большинстве случаев дают на 3. Так что имейте в виду, чем больше страховка, тем лучше. И последние 3 пункта, о которых не говорится на сайте посольства, но о которых говорят все фрилансеры. Вам нужно собрать 5-6 рекомендаций с прошлых мест работы. И обязательно там должна фигурировать должность, в которой вы занимаетесь. Здесь вы можете попросить своих клиентов, своих партнеров, своих коллег написать о вас рекомендательные письма. Примеры рекомендательных письм вы можете найти в интернете, их полно. Хорошо, если это будут фирменные бланки, печать, если там будет полное название организации, адрес, телефон, чтобы сотрудники посольства понимали, что они, если захотят, они могут проверить и убедиться, что вы действительно работали на этой должности, занимались этим делом, выполняли эту работу. Вот 5-6 рекомендаций, это важно. Также хорошо, если вы сможете прикрепить портфолио ваших работ. Если вы художник, вы можете распечатать цветные копии ваших картин, приложите по документам. Если вы делаете сайты, сделаете скриншоты сайтов, и приложите их также в отдельную папочку, создайте там 5-6 работ, которые вы хотите показать. Все говорят, что не стоит прикреплять ссылки на сайты, какие-то ваши портфолио, потому что сотрудники посольства вряд ли их будут открывать. Желательно, чтобы вы сразу распечатали, показали то, в чем вы успешны. И последний пункт, я считаю, что он один из самых главных, о нем, кстати, не говорится на сайте посольства, но о нем говорят все фрилансеры, и я с ним согласна, действительно, в этом есть логика. Вам нужно собрать 2-3 письма о намерениях с вами работать из Германии. Что такое письма о намерениях? Смотрите, есть трудовые контракты, когда работодатель уже гарантирует, что вас он наймет на работу, а письма о намерениях – это когда работодатель говорит, ну или ваш партнер говорит о том, что он хотел бы с вами поработать в будущем. Ключевое слово «хотел бы». Письма о намерениях нужны, чтобы доказать сотрудникам посольства о том, что вы как профессионал действительно нужны в Германии. Когда вы живете в Германии, конечно, проще с кем-то поконтактировать, с кем-то познакомиться и попросить какого-нибудь человека написать вам это письмо. Но, находясь в России, это сделать сложнее. Но вы также можете найти себе партнеров через LinkedIn, через Facebook, либо какие-то другие соцсети. Самое главное, что письма о намерениях должны быть написаны только на немецком языке, и письма о намерениях должны быть написаны немецкими компаниями. Желательно компаниями, которые находятся в том городе, куда вы собираетесь переехать. Самое главное, в письмах о намерениях ваш работодатель должен указать, что вы будете работать на этой должности не более 25 часов в неделю. То есть это неполная занятость, удаленная работа. Ну вот, собственно, и все. Это весь перечень документов для получения визы фрилансера. Мы сейчас еще собираем документы, у нас почти все готово, но пока нет писем о намерениях. И хотелось бы, чтобы на банковском счету было как можно больше. Поэтому сейчас будем работать именно над этим. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Будем вместе разбираться, что же нужно и что не нужно для получения визы в Германию. Если у вас опыт в этом, тоже делитесь. Всем спасибо за просмотр. Хорошего дня! А я все думала, когда в этом году наступит день, когда я поскользнусь и упаду. Вот этот день настал. И я упала прямо возле департамента образования. И вот вам совет. Если вы пойдете заверять свой апостиль, обязательно сделайте с собой копию паспорта, потому что мы ее не сделали. И теперь мне 10 минут идти до копировального центра.